Привет, друзья! Это редакция Ньюз. Здесь я говорю о событиях недели и фактах, которые считаю бесспорными, чтобы вы составили собственную картину, сделали свои выводы. Если хотите поддержать нашу работу, сделать это можно по ссылке в описании через сервис Boosty, если вы в России, через кнопку спонсорства здесь на Ютубе, если вы не в стране. У вас мало времени. Мы вас это ценим. Поехали! На неделе найдены новые слова для обозначения того, что мы наблюдаем вокруг. Британский словарь Collins зафиксировал вербальные формы, утвердившиеся в английском языке в течение года. В топ-10, среди прочих, вошли Киев, не как название, а в нарицательном смысле, Патти Гейт, скандал вокруг бывшего премьера Джонсона, проводившего вечеринки во время пандемии, Каролиан, все связанное с новым королем Карлом Третьим. Есть и совсем актуальные термины, например, Warm Bank, место, куда приходят погреться те, у кого холодно дома, или Low Fair, использование судебной системы для запугивания или создания проблем противнику. Есть также Vibe Shift, это понятное изменение трендов повестки, и вневременное Splouting, лежание на животе с вытянутыми ногами. Главным же словом года по версии Коллинза стала Пермакризис, обозначает длительный период нестабильности и неуверенности, ну то есть вот это все. Теперь понятно, в каком разделе истории нас будут изучать будущие школьники, в параграфе про первый всемирный Пермакризис. Заранее предвижу похабненькие шуточки, но нам тут не до смеха. Особенно если вспомнить, что в 2021-м словом года был невинный NFT, а в 2020-м – локдаун. В сущности, неплохие были времена, если разобраться. Ждем теперь русское слово года. Его традиционно должен назвать институт имени Пушкина. В этом году они что-то затягивают, возможно, слово непечатное. Пока могу самостоятельно назвать три главных слова недели. Частичная мобилизация завершается. Минобороны провозгласила их аккуратно Хэллоуин. Хотя приурочено это, конечно, было к другому событию – началу осеннего призыва, который стартовал на месяц позже обычного. К Новому году планируют призвать 120 тысяч молодых людей от 18 до 27. Так что для военкоматов Пермакризис продолжается. О его размахе можно судить по видео, на котором военный комиссар Московской области рассказывает, что в Одинцовском военкомате будут прямо на месте лечить призывникам зубы. Что, сразу рвут и вставляют тут же лекарь? Нет. Граждан, у которых нет зубов, мы направляем на дополнительное медицинское обсередание. Но даже лошадь без зубов не берут. Кажется, это первый случай объединения функций военкомата и стоматологии. Интересно, каким новым словом это можно было бы обозначить? С томатомат Калашникова? Если серьезно, россиянам призывного возраста на неделе был подан недвусмысленный сигнал. Появились намеки, что срок службы могут продлить до двух лет. С такой инициативой выступил депутат Михаил Шеремет, а сенатор Виктор Бондарев заявил, что по этому вопросу пройдут консультации и идея будет поддержана. Намек прозрачный. Лучше отстреляться во всех смыслах сейчас, чем потом загреметь в армию на два года. Срок службы в России сокращали с двух как раз лет до 12 месяцев. В 2008-м в Минобороны говорили, что это решение помогло уменьшить число случаев дедовщины. Сегодня странно вспоминать, что всего три года назад на высшем уровне говорилось о грядущем полном отказе от службы по призыву. Сейчас очевидно противоположная тенденция. По словам Дмитрия Пескова, у Кремля на этот счет позиции нет, все зависит от мнения Минобороны. Там пока лишь заверили, что сегодняшних срочников не будут направлять в зону боевых действий, в отличие от мобилизованных, 49 тысяч которых уже находятся в войсках и выполняют боевые задачи. Об этом на неделе заявил Владимир Путин. Всего, по его словам, число мобилизованных достигло 318 тысяч. Из-за потока добровольцев. Добровольцы. Количество добровольцев, оно не сокращается. Большая часть мобилизованных находится на тренировочных полигонах. И там не везде гладко. На неделе разошлось видео телеграм-канала «Сердитая Чуваша». По его данным, мобилизованные устроили в учебном центре массовую акцию. Как сообщалось, мобилизованные требовали от губернатора Олега Николаева перевести на их счета обещанные выплаты. Всего 400 миллионов рублей, которые, как заявлял губернатор, выделены из резервного фонда республики. Выражаю полную уверенность, что все решения президента будут выполнены неукоснительно. И то, что на каком-то этапе срабатывает человеческий фактор, я думаю, что это очень быстро устранится. Про выплаты на этой неделе вообще было много разговоров. Еще 19 октября Путин поручил установить довольствие мобилизованным в размере 195 тысяч рублей в месяц. Все эту цифру запомнили. Однако на этой неделе президент подписал указ о единовременной выплате в 195 тысяч рублей. Причем только тем, кто заключил контракт сроком на год и более после 21 сентября. Дополняет ли одно решение другое или заменяет? Разъяснений пока не было. Между тем, на неделе журналисту спросили Владимира Путина, будет ли он подписывать указ о завершении мобилизации. Президент ответил, что даже не задумывался об этом и пообещал посоветоваться с юристами. На следующий день Дмитрий Песков заявил, что указа не будет, потому что он не нужен. Точка поставлена. Разосланы телеграммы в военкоматы. Эту мысль дополнили в Госдуме. Член Комитета по обороне Виктор Соболев сказал, что если обстановка будет развиваться негативно, нам нужна будет, наверное, уже не частичная, а полная мобилизация. И тогда, конечно, будет новый указ, но я думаю, этого не случится. Не будет, по крайней мере, пока и уголовного наказания за уклонение от мобилизации, вопреки новости, которая всех на неделе взволновала. «Единая Россия» предлагала ввести для уклонистов срок до пяти лет, и многие сочли это признаком, что мобилизация вскоре продолжится. Однако на неделе в партии заявили, что законопроект утратил актуальность и рассматриваться не будет. Впрочем, есть и другие методы, точнее, другие слова. Так, глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что мобилизация закончена, но поскольку домой вернули многодетных отцов и других неправомерно призванных, военкоматы добирают мужчин, проводя ротацию. О случаях подобных ротаций на неделе сообщали из еще нескольких регионов. Вероятно, военкоматы продолжали в последний момент добивать план по повесткам. Официально напомню, цифры этих планов не оглашают. В ночь на субботу в Костроме произошел пожар в кафе «Полигон», где в тот момент находились сотни посетителей. Погибли 15 человек, десятки пострадали. Как сообщается, в клубе работали только три аварийных выхода из семи, а остальные были заперты. Пожарным пришлось выламывать двери, возникла давка. По предварительным данным, причиной пожара стало использование пиротехники. Вероятно, выстрел из ракетницы. Предполагаемый виновник задержан. Это 23-летний военнослужащий Станислав Ионкин. Сообщается, что он служил контрактником и в августе был контужен в Украине. Владелец «Полигона» местный депутат Ихтияр Мирзоев выразил соболезнования родным погибших и пообещал им финансовую и организационную поддержку. О претензиях к нему пока не сообщалось. Эта трагедия многим напомнила другой пожар в пермском клубе «Хромая лошадь» в 2009-м, когда погибли 155 человек. Там причиной тоже стал фейерверк внутри и грубое нарушение правил противопожарной безопасности. В числе других были арестованы соучредитель клуба и несколько чиновников. Все они получили сроки, но большинство позже освободились по амнистии. Для Украины нынешний этап пермакризиса имеет еще одно иноязычное определение – «блэкаут», то есть отключение света, вызванное ударами по энергетической инфраструктуре. На неделю сообщения о них приходили из Винницкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой, Черкасской и Киевской областей. В российских околовоенных каналах появились данные о повреждениях четырех ГЭС Днепровского каскада – Киевской, Каневской, Кременчугской и крупнейшей в Украине ДнепрогЭС. По всей Украине начались проблемы со связью и интернетом. В Киеве, ставшем, напомню, одним из слов года по версии Коллинз, без света осталось 350 тысяч квартир, а без воды 80% города. Такие данные привел мэр Виталий Кличко. В Харькове остановился городской электротранспорт, включая метро. Из-за постоянных отключений большую часть троллейбусов и трамваев заменили автобусами. Такую же замену произвели в Киеве. «Укрэнерго» ввело дополнительные графики отключения электричества в стране. На неделе сеть снова заполнили кадры темных улиц, обесточенных украинских городов. Сообщалось, что одна из сбитых ракет упала на территории Молдовы, в селе Наславча, на границе с Винницкой областью. Жертв нет. Вскоре Кишинев выслал из страны российского дипломата. В российском МИДе назвали это недружественным шагом и пообещали ответ. На фоне ударов в Киев прибыла европейский комиссар по вопросам энергетики кадры Симпсон, на встречу с которой Владимир Зеленский призвал западные страны создать энергетический рамштайн, по аналогии с конференциями, где обсуждается военная помощь Украине. Вопрос энергетики сегодня идет рядом с финансовым кризисом и дефицитом оружия, заявил Зеленский. По его данным, разрушено около 40% энергетической инфраструктуры страны. Пройти и такое выпробование – это наше национальное завдание, одно из основных зараз. С учетом сезона главной проблемой становится не столько свет, сколько холод. К середине ноября в Киеве прогнозируют минусовую температуру днем. Мэр Кличко сообщил о подготовке в городе более тысячи пунктов обогрева, тех самых вормбэнков, на случай худших сценариев, когда вообще не будет электровода и теплоснабжения. Воевать с холодами планируют в том числе с помощью тепловых пушек – передвижных обогревателей, которые везут в украинскую столицу. Сообщается о рекордном спросе на электрогенераторы. Местами их продают с двух-трехкратной наценкой. В интервью британской «Телеграф» Кличко обозначил проблему предельно емко. «Пришлите одеяло и генераторы, иначе мы замерзнем до смерти». Ответ уже получен. США выделили 55 миллионов долларов для восстановления энергосистем Украины, 100 миллионов долларов поступят от Швейцарии и 25 миллионов евро – от Еврокомиссии. «Мы не допустим, чтобы стратегия российского президента по разрушению Украины была успешной», заявила глава МИД Германии Анналена Бербок. Не утихает всеобщий алармизм вокруг еще одного возможного кризиса – ядерного. «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на «Источник» в Вашингтоне написала, что в середине октября в российских военных верхах обсуждалось, правда, без участия Путина, применение тактического ядерного оружия. «Завуалированные угрозы применить такое оружие могут быть непросто словами», – пишет издание, отмечая, однако, что в США по-прежнему не видят признаков подготовки России к такому удару. Дмитрий Песков в ответ обвинил издание в безответственной и целенаправленной накачке темы ядерного оружия. А вскоре российский МИД выступил с большим письмом, озаглавленным о предотвращении ядерной войны и явно призванным охладить накал ситуации. «Россия строго и последовательно руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны и призывает другие страны ядерной пятерки отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга», – сказано в тексте. МИД допустил гипотетическое использование ядерного оружия в случае агрессии противника с применением оружия массового уничтожения либо угрозой самому существованию российского государства. «Свое толкование смыслов на неделю традиционно предложил зампред российского софтбеза Дмитрий Медведев. «Только полная и окончательная победа России является гарантией от мирового конфликта», – написал он в одном сообщении и развил мысль в другом. «Наша цель – остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или Иблис, ибо его цель – погибель», – подчеркнул Медведев. Украинские власти со своей стороны продолжают готовиться к любым сценариям. «В Киевской области подготовят 425 противоатомных убежищ», – сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба. «Последние восемь месяцев нас научили, что может произойти все, что угодно», – сказал он. О состоянии бомбоубежищ все чаще говорят и в России. Сообщается, что сразу в нескольких регионах начали ревизию объектов гражданской обороны. Помимо очевидных Белгородской и Курской областей, ее устроили и в Орловской области. Губернатор Андрей Клычков посоветовал жителям готовить тревожные чемоданчики. На сайте мэрии предложен список содержимого – аптечка, смена белья, охотничий нож, свисток, спички. Указатели на укрытие стали появляться даже в Москве, где с 19 октября введен повышенный уровень готовности. По данным издания БАЗа, подготовка укрытия идет в нескольких районах города. В них заносят лавочки, закупают унитазы, фонари, запасы воды и аптечки. В некоторых домах жильцы сами занимаются обустройством убежищ. Сообщается, что их наличие стали даже указывать в описании жилья на сайтах типа ЦИАНА. В МЧС от происходящего открестились. Как сообщил источник в ведомстве, оборудование убежищ инициатива не зов, и никакого приказа никто не получал. Не лишний добавить, что в Москве большинство советских бомбоубежищ давно приватизированы и переделаны в склады, магазины и бары. Что ж, бар, убежище звучит вполне себе в духе времени. Просится даже слоган. Накатил и спрятался. На линиях боевого соприкосновения серьезных изменений за неделю не произошло. Россия расширила зону эвакуации гражданских в Херсонской области с правого берега Днепра, откуда, как сообщается, уже вывезено 60 тысяч жителей, а теперь эвакуируют еще около 70 тысяч из районов, находящихся в 15-километровой зоне вблизи Днепра, от Каховки до Голой пристани. Назначенный ИО-губернатор региона Владимир Сальдо объяснил решение подготовкой ВСУ ракетного удара по Каховской ГЭС с последующим затоплением населенных пунктов вблизи Днепра. Киев, как я уже рассказывал, заявляет, что взорвать дамбу собираются россияне. Замгубернатор области Кирилл Стримаусов на неделе заявил, что российские войска, скорее всего, будут уходить на левобережную часть области и рекомендовал оставшимся жителям покинуть город. А СМИ обратили внимание на исчезновение российского флага со здания Херсонской обладминистрации. При этом находящийся в городе российский военкор Александр Коц заявил, что на зданиях соседних ведомств триколоры есть. Позже появилось официальное разъяснение, что российская администрация еще на прошлой неделе переехала в Геническ, а упомянутое здание было законсервировано, и никаких российских ведомств там изначально не было. В ВСУ назвали слова Стримаусова и исчезновение флага уловкой и заявили, что не видят признаков оставления Херсона российскими войсками. Всю неделю на херсонском направлении продолжались арт-дуэли. Со стороны России сообщалось о прилетах по новой Каховке и Голой Пристани, Чернобаевке и Херсону, где под удар опять попал Антоновский мост, со стороны Украины об ударах по Николаеву. Несмотря на улучшение погодных условий, вслед за которым ожидалось возобновление украинского наступления, линия фронта существенно не изменилась. Продолжались позиционные бои. Советник Офиса украинского президента Алексей Арестович объяснил это тем, что ВСУ подисчерпали наступательный потенциал при наступлениях на севере Херсонской и на востоке Харьковской областей. В Запорожской области после обстрелов была обесточена Запорожская АЭС. Два недавно запущенных энергоблока снова были переведены в холодный режим. Город Энергодар, где находится станция, на время остался без теплоснабжения. Российская Минобороны и Росатом обвинили в ударах по станции ВСУ. В украинском энергоатоме заявили об очередной попытке России переключить станцию на российскую энергосистему. К востоку от Энергодара Россия усилила наступление на Угледар. Судя по сообщениям военкоров, взята большая часть села Павловка. Также российские подразделения атакуют с востока в районе Новомихайловки. На соседнем Донецком направлении без существенных перемен. Продолжаются арт-удары между Донецкой агломерацией. Власти ДНР сообщают о прилетах по Донецку, Макеевке и Горловке и подконтрольном Украине Авдеевкой, Красногоровкой и Марьинкой. Нацполиция Украины заявила об эвакуации всех 100% жителей Марьинки. Сообщается, что российским войскам удалось продвинуться в городе. Также Россия продолжает наступательные действия от Песок в сторону Первомайского. Ведутся бои за Водяное и Опытное. В районе Бахмута картина прежняя. ЧВК Вагнера продолжает штурм города. Обе стороны публикуют кадры массированных ударов артиллерии и авиации. Приходят кадры разрушения городской инфраструктуры. Российские военкоры сообщают о наступлении российских войск в сторону Северска с трех участков в районах Спорного, Белогоровки и Верхнекаменского. Продолжаются бои на участке Сватово-Кременная. В СУ пытаются перерезать связывающую города трассу. Ведутся бои в районе местной Макеевки, не путать с Донецкой, а также Торского и Краснопоповки. Судя по всему, именно Сватовский участок фронта остается приоритетным для украинского генштаба. В российских околовоенных каналах утверждают, что ВСУ стягивает резервы в район Купенска и соседних населенных пунктов. Кроме уже упомянутых ракетных ударов по украинскому тылу, приходят сообщения и, как их уже назвали, мопедных атаках дронами «Камикадзе Герань-2», которые в сети считают иранскими шахедами-136. Несколько дронов долетели даже до Львовской области. В сети появились кадры работы ПВО. В командовании воздушных сил ВСУ заявили, что поставленный Германией комплекс «Аэрис-Т» работает на 100% и призвали передать Киеву больше средств противовоздушной обороны. Напомню, две недели назад канцлер Олаф Шольц обещал передать Украине еще три таких системы. В ближайшие дни ВСУ должны получить также два американских комплекса ПВО на Самс. Сообщается, что около ста украинских военных завершают обучение по эксплуатации этих систем на одной из баз НАТО в Норвегии. О прилетах продолжают сообщать и власти российского приграничья. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об утарах по поселку Октябрьский в пригороде Белгорода, поселом Красное и Козенко, один человек получил легкое ранение, самые серьезные разрушения в многострадальной Журавлевке. Гладков обратился к правительству России с просьбой выделить средства из федерального бюджета для восстановления сел или помочь с жилищными сертификатами. «Мы не можем войти в села, чтобы периметр закрыть, отладить электроснабжение, газоснабжение. Села разрушаются», – заявил Гладков. В Курской области в очередной раз под обстрел попал поселок Теткино и поселок Краснооктябрьский. Обошлось без пострадавших. В среду под арт-удар попало село Гуево. По словам губернатора Романа Старовойта, ранения получили пять человек. Издание «База» на неделе сообщило о взрывах на аэродроме в Псковской области, недалеко от латвийской границы, в результате которых повреждены два военных вертолета К-52, находившихся на ремонте. Вскоре украинские журналисты опубликовали в соцсетях видео, на котором человек в военной форме закладывает взрывные устройства в фюзеляж К-52. В российских околовоенных пабликах начали задавать вопросы об охране аэродрома и припомнили, что в конце 2019-го группа российских сталкеров уже пробиралась туда и беспрепятственно фотографировала военную технику. В российском Минобороне ситуацию не комментировали. На неделе широко обсуждалась односторонняя приостановка России зерновой сделки. В прошлые выходные в российском Минобороне заявили, что закрывают гуманитарный коридор в Черном море для судов с украинским зерном из-за того, что он использовался для удара по базе ВМФ в Севастопольской бухте. Я рассказывал об этом в прошлом выпуске. Согласно официальному заявлению ведомства, морские беспилотники, вероятно, запускали с борта одного из гражданских судов, софрахтованных для вывоза сельхозпродукции. Однако в итоге движение по гуманитарному коридору не остановилось. Делегации Украины, Турции и ООН согласовали новые маршруты. Из украинских портов вышли 15 судов с зерном. В Стамбуле их досматривали представители Турции и ООН без российских представителей. Владимир Путин, комментируя ситуацию, потребовал от Киева выполнения взятых в рамках зерновых соглашений обязательств. Журналисты обратили внимание, что президент впервые с 24 февраля употребил в отношении украинских властей слово «партнеры». Это вопрос согласования позиций, работы и обязательств в данном случае со стороны украинских партнеров. В очередной раз переговорным мостиком выступил президент Турции Реджеп Эрдоган. После телефонного разговора с ним Путин согласился возобновить участие в зерновой сделке. Он заявил, что Украина при посредничестве Турции гарантировала, что гуманитарные коридоры не будут использованы для военных целей. Эрдоган дополнил, что согласился на предложение Путина поставлять зерно в беднейшие страны бесплатно и добавил, что хочет широко обсудить этот вопрос на саммите «Большой двадцатки» в Индонезии, который ожидается 15-16 ноября. При этом до сих пор не решен вопрос присутствия на этом саммите глав Украины и России. Зеленский отказался участвовать во встрече, если на нее приедет Путин. Путин, как сообщалось, не определился с визитом. В конце октября на Валдайском форуме он обещал подумать над этим вопросом. Человек-бренд Олег Тиньков на неделе объявил об отказе от российского гражданства. Сделал он это в соцсетях, причем дважды. Первый пост загадочно исчез, потом снова появился. Тиньков написал, что жизнь одна и она бесценна, что он надеется, что все больше бизнесменов последует за ним, и что он начал процесс отзыва бренда Тиньков из банка. Об этом же бизнесмен рассказал в интервью моей соседке по ютубу Елизавете Осетинской. Я не хочу, чтобы мое имя было в России. Я оттуда ушел, и я не хочу с этой страной не иметь ничего общего. В пресс-службе все еще Тиньков банка уверены, что все права на бренд принадлежат им. В апреле Тиньков продал свою долю, как утверждал за копейки, Владимиру Потанину, и с тех пор Тиньков из Тиньков формально ничто не связывает. Об отказе от российского гражданства на неделе заявила глава финтехкомпании «Револют» Николай Сторонский, сын одного из топ-менеджеров «Газпрома» Николая Сторонского-старшего. Сторонский-младший уже давно гражданин Великобритании. В прошлом году его «Револют» признали самой большой финтехкомпанией в Соединенном Королевстве, а в этом он попал в список миллиардеров «Форбс». Комментируя новости про Сторонского и Тинькова, Дмитрий Песков сказал, что это их право, их бизнеса в России практически не осталось. Перемены, правда, не такие громкие, произошли и в жизни другого российского бизнесмена Петра Авена. Британские власти частично разморозили его счета. Экс-главе Совета директоров Альфа-Банка теперь доступен миллион фунтов стерлингов. Как сообщается, большая часть суммы пойдет на оплату долгов и страховки частной коллекции, включающей картины Кандинского и Шагала. Она оценивается в 300 миллионов фунтов. На покрытие в повседневных потребностей Авену разрешили снимать до 60 тысяч фунтов в месяц. Из этих денег, в частности, будет оплачиваться обучение одного из детей Авену в английской школе. Счета бизнесмена заморозили весной. После того, как он попал в британский санкционный список, тогда Авен говорил, что ему нечем платить уборщице и водителю. А Амстердамский дом еще одного участника санкционных списков, основателя Яндекса Аркадия Воложа, заняли сквотеры. Свою вписку они объявили политической акцией. Им не нравится, что имущество Воложа в Нидерландах не арестовано, и что миллиардеры в стране защищены лучше, чем те, у кого нет крыши над головой. Феномен сквоттинга, возникший во времена буржуазной революции в Англии, ярко проявился после Второй мировой, когда солдаты, вернувшиеся с фронта, захватывали пустующую жилплощадь. Позже сквоттингом занялись хиппи, и движение получило контркультурную и протестную окраску. Как сказали бы в Коллинзе, произошел вайпшифт. Однако занять дом Воложа у сквоттеров получится едва ли. По местным законам его право собственности не отменено, а лишь заморожено. После исключения санкционного списка, чего Волож сейчас добивается в суде, он сможет продать или использовать свою недвижимость. Кстати, послание нидерландов в Москве на неделю вызывали в российский МИД, но совсем не из-за сквоттеров. Дипломату вырезали протест в связи с попыткой вербовки российского военного аташе в Гааге. На него, заявили на Смоленской площади, вышла британская разведка и пыталась склонить его к сотрудничеству, но аташе, используя характеристику другого популярного ньюзмейкера, оказался крепким орешком. На аудиенции в российском МИДе на неделе побывал и британский посол Дебора Бронерт. По словам Марии Захаровой, в связи с причастностью Лондона к атаке на Севастополь, я уже рассказывал, что, по мнению Минобороны, атаку морских и воздушных дронов разработали британские специалисты, находящиеся в Очакове. Также российский МИД заявил, что ждет ответа британских властей по поводу слитой переписки бывшего премьер-министра Лиз Трасс. Новость о взломе ее телефона появилась в британской желтой прессе. На Смоленской площади заинтересовались подробностями, и якобы после диверсии на северных потоках Трасс отправила сообщение «Итс Дан», то есть «сделано», госсекретарю Блинкену. Такой детали в изначальной публикации Daily Mail не было. Она появилась в Твиттере пользователя с ником kin.com. Сообщалось, что в США этого человека обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. В Вашингтоне отрицают, что сообщение «Итс Дан» было. Бывший главред АХМ Москвы Алексей Венедиктов, комментируя эту историю, обращает внимание, что взлом телефона Лиз Трасс был обнаружен летом, а взрывы на потоках были в сентябре. «Сомнительно, чтобы Лиз Трасс достал из сейфа скомпрометированный телефон, чтобы послать смс-ку Блинкену», рассуждает Венедиктов. С чем точно можно согласиться, это с тем, что вся эта история точно попадает под новое коллинзенское определение «Пати-Гейт», если понимать под ней не только злосчастную ковидную вечеринку времен Джонсона, но и общий фон и тон российско-британских отношений. Другое слово из словаря Коллинза «ло-фэр», то есть использование суда как инструмента борьбы с оппонентом, отлично подходит к следующей новости. Евгений Пригожин подал иск в Генпрокуратуру с требованием проверить губернатора Петербурга Александра Беглова не больше не меньше на создание оргпреступного сообщества с целью разграбления госбюджета и обогащения. Как я уже не раз рассказывал, конфликт между Пригожиным и Бегловым тянется давно. Причина, как утверждают СМИ, в нежелании городской администрации отдавать структурам бизнесмена крупные контракты с бюджетным финансированием. Следствием конфликта называли, в частности, разоблачительные песни Шнура о Беглове. Но впервые дело выходит за рамки медийного прессинга. Зная особенности нашей судебной системы и то, как она выносит решение, когда дело касается представителей элиты, можно предположить, что «ло-фэр» в данном случае будет лайтовым, если до него вообще дойдет. Но с тем, что влияние и аппаратный вес Пригожины за последние недели неимоверно выросли, спорить глупо. Очередным подтверждением этому стало открытие в Петербурге ЧВК «Вагнерцентра». В него превратился бизнес-центр «Морская столица» у метро Новочеркасская. В какой момент произошло переименование, не ясно, но характерные «W» на свежепостроенном здании уже появились. Первое их изображение многие приняли за фотошоп и заподозрили троллинг. Корреспондент Фонтанки съездила на место и убедилась, что ЧВК «Вагнерцентр» существует вполне реально. Его сотрудник рассказал, что это будет культурный центр для патриотически настроенных граждан, как говорит творчество пионеров, только для взрослых. Как передал сам Пригожин через пресс-службу, миссия центра – обеспечение комфортной среды для генерации новых идей с целью повышения обороноспособности России, в том числе информационной. Что ж, можно признать, что открытие «Вагнерцентра» очень точно отражает дух времени. Правовой статус самих вагнеровцев до сих пор окончательно не определен. На этой неделе Путин подписал закон о статусе добровольческих формирований, приравнивающий добровольцев к военным контрактникам. Но касается ли это службы в частной военной компании до конца не ясно. Наемничество по-прежнему запрещено российским законом. Тем не менее, ЧВК «Вагнерцентр» есть. И, скажем так, вайб «Вагнера» все шире расходится по стране. На неделе сенатор от Ханты-Мансийского округа Эдуард Исаков репостнул запись с, как заявляется, подготовкой мобилизованных батальона «Югра». Возвращаясь к Пригожину, его самым ярким заявлением на неделе стал даже не «Вагнерцентр», а слова, которые, уверен, вы не сразу догадаетесь, о ком сказаны. Твердый, уверенный в себе, прагматичный, симпатичный парень. Это о Владимире Зеленском. Такая характеристика содержится в ответе Пригожина, как обычно через пресс-службу, телеведущему Андрею Караулову, который попросил Пригожина рассказать, кто, по его мнению, опаснее – Зеленский или Александр Невзоров. У самого Караулова утром в четверг прошел обыск, как написал телеведущий в Телеграме «Пьеса Ксения Собчак. Акт 2». По словам Караулова, вооруженные люди пытались болгаркой срезать ворота его подмосковного дома. В обыске участвовали две собаки свыше десятка автоматчиков и сотрудники управления по борьбе с экстремизмом. Караулов добавил, что находится на лечении за рубежом, но намерен вернуться и разобраться в ситуации. Как выяснилось, обыск связан с делом о клевете, возбужденном по заявлению главы Ростеха Сергея Чемезова. Как мы помним, он же является потерпевшим по делу директора Собчака Кирилла Суханова. В Ростехе заявили, что Караулов в своем канале публиковал слухи и домыслы, оторванные от реальности. По словам телеведущего, по делу он проходит как свидетель. Получила развитие и история с предыдущими уголовными делами против медиа деятелей, конкретнее администраторов и владельцев телеграм-каналов. В четверг Кузьминский суд Москвы продлил арест журналистки Александре Боязитовой и медиатехнологу Елене Архаровой. Их обвиняют в вымогательстве топ-менеджера промсвязь банка Александра Ушакова. Третью подозреваемую Инну Чурилову, которая заключила досудебное соглашение, отпустили под домашний арест. Я не знаю, чем-то я это давила на нее на этот раз. Боюсь, что она дала некие ложные показания против себя, против меня, может быть, других людей. Сама Александра отказывается признать вину и заявляет, что следствие давит на нее психологически, запрещая общаться с больной матерью. Как мы в очередной раз видим, признание вины – это ключевой фактор при смягчении или не смягчении участи арестованного, особенно по громким делам. Вот еще один яркий пример. Мосгорсуд отпустил из-под домашнего ареста ректора Шаненки Сергея Зуева и из СИЗО, бывшую замминистра просвещения Марину Ракову и других подозреваемых по их делу. Ракову и Зуеву назначен запрет определенных действий. Как сообщается, с ходатайством о смягчении выступило следствие, потому что они признали вину и возместили ущерб в размере 65 миллионов рублей. По делу также проходил ректор Ранхикс Владимир Мау. Его уголовное преследование прекратили в прошлом месяце, а на неделе стало известно, что Мау улетел в Израиль. В Ранхикс пояснили, что это плановый отпуск. Значение термина, который словарь Коллинза фиксирует уже несколько десятилетий – «неймдропинг» – на этой неделе проиллюстрировал Совет блогеров при Совете Федерации. Там написали письмо на имя Путина и Медведева с просьбой разблокировать запрещенные в России Инстаграм и Фейсбук. По словам авторов послания, из-за запрета 12 миллионов россиян-предпринимателей не могут вести свое дело. Многие было подумали, что под общественной инициативой с таким громким именем Совет блогеров при Совете Федерации скрывается принятое в высоких коридорах решение разрешить Инсту. Вспомнили, что совсем недавно депутат Нина Астанина приглашала блогеров в Думу и выступала за созданием профессионального кодекса. Но нет. Оказалось, это именно неймдропинг, то есть использование важных имен или громких названий для личной выгоды или самопиары. В Совете Федерации заявили, что никакого совета блогеров при них не существует, а Валерия Рытвина, которая представляется его координатором, ранее была экспертом при одном из комитетов, но уже исключена. Этот поворот сюжета уж точно можно расценить однозначно. Разблокировать соцсети не планируется. В прошлом один из самых популярных российских блогеров, а ныне самый известный российский заключенный Алексей Навальный, сообщил, что вновь попал в штрафной изолятор. Уже в седьмой раз. Плохо убирал прогулочный двор и оскорбил оперуполномоченного, обратившись лейтенант Неймович, а не по имени-отчеству, сообщил Навальный о поводе помещения в ШИЗО. Оттуда он на неделе выпустил инструкцию для заключенных, как улучшить условия работы в колонии. «Неистовый швей», как называет себя Навальный, предлагает собрать им по несчастью добиваться замены табуретов, долгое сидение на которых нарушает технику безопасности труда, на стулья со спинками и подставками для ног. При этом Навальный рекомендует хорошенько подумать, прежде чем отправлять Зэку такое заявление самостоятельно. «Мы не хотим, чтобы ты пострадал. Грустно будет сидеть на новом стуле, но с отбитыми почками», написал он из ШИЗО. Инструкция заканчивается словами «Всем удачи, с арестантским уважением, Навальный». Запредельная даже по нынешним временам история разыгралась на знакомом многим россиянам КПП Верхний Ларс на российско-грузинской границе. Там более десяти часов удерживали четырех молодых жительниц Дагестана, которые пытались спастись от домашнего насилия со стороны родственников. По словам девушек, дома от них требовали религиозного послушания, наказывали за любую мелкую провинность, а еще в детстве подвергли процедуре женского обрезания. «У нас не было ничего. Мы были заперты, мы были бесправны. Нас всем угрожали, что выдадут замуж. Хадежа должны были выйти замуж. Ее захватывали за двоюродного брата, и это считалось абсолютно нормальным». Российские пограничники забрали у сестер паспорта и не пропускали, требуя разрешения от родственников, хотя девушки совершеннолетние и им разрешение не нужно. Затем заявили, что у девушек якобы есть долги, и их ищут приставы. На погранпункт приехали и сами родственники, которые попытались забрать беглянок домой. Разрешить ситуацию помог шум, вовремя поднятый в телеграм-каналах. С помощью правозащитников девушкам в итоге удалось перейти границу и добраться до безопасного места. «Спасибо всем, кто поддерживали нас, кто писал на КПП, кто звонил туда, кто разглашал всю информацию из СМИ. Хотели сказать спасибо адвокатам. Благодаря этой огласке мы смогли выбраться, спастись». До Нового года остается не так много времени, о чем напоминает начавшиеся продажи билетов на елки и другие праздничные мероприятия. Одно из них организует Московский музей Победы. Это исторический квест для детей «Елка Победы. Защитить Новый год». Сюжет игры отсылает к 1945-му, когда отгремел победный салют, прошел парад на Красной площади и зло побеждено. Задача детей сразиться с темными силами, которые вновь подняли голову и хотят повернуть историю вспять. В финале отважные ребята встретятся с Дедом Морозом и зажгут, как и их героические прадеды, елку Победы, рассказывают организаторы. В стоимость билета будет входить и новогодний подарок. Солдатская пилотка, шоколад, камуфляжный мешок и солдатская каша. Те, кто пытается проводить год в более традиционном ключе, на неделе столкнулись с огромными очередями, выстроившимися на новогоднюю постановку щелкунчика в Большом театре. Цены на билет в кассе варьируются от полутора до пятнадцати тысяч рублей. Продают не больше двух в одни руки. Из-за ажиотажного спроса процесс покупки разделили на несколько этапов. Запись в специальную тетрадь, затем получение браслета, дающего право на покупку билета, и затем уже очередь за билетом. Все это было сделано ради борьбы с перекупщиками. Но, похоже, они нашли брешь и в этой схеме. По крайней мере, места в очереди начали продавать на Авито, причем по цене до десяти тысяч рублей. Щелкунчик в Большом – это традиционный новогодний хит уже много десятилетий. Что бы ни происходило в стране, в конце декабря и в январе в Большом дадут щелкунчика. Возможно, именно тяга хоть к какой-то стабильности создала этот ажиотажный спрос. А может, просто сюжет про ожившего игрушечного солдатика показался искушенному столичному зрителю особенно актуальным. В финале, если кто забыл, он побеждает мышиного короля. Еще одна традиция, которая, возможно, вернется в ближайшее время – это праворульные машины. С 1 ноября упростился порядок их ввоза в Россию из Японии через таможню Владивостока. По приказу Минфина владельцу такой машины больше не нужно присутствовать при оформлении документов и не обязательно проживать в регионе деятельности Владивостокской таможни. Думаю, не все здесь помнят, но праворульные машины были одним из главных символов 90-х, особенно на Дальнем Востоке и в Сибири. На «праворуких», как их называли, там ездили даже представители органов власти и государственных организаций. Даже полиция ездила, и ходили слухи, что в этих регионах могут даже поменять движение на левосторонние. Потом времена сильно изменились, но, как видно, не навсегда. Эксперты надеются, что нынешнее нововведение позволит поддержать отечественный авторынок, который просел на фоне санкций и ухода производителей. Продажи новых автомобилей рухнули на 60%. На неделе у нас вышел выпуск про состояние дела в российской экономике. Мы там, в частности, говорим и об этом. Посмотрите. Илон Маск, про которого у нас на неделе также вышел выпуск редакции «Контекста», продолжает разрывать новостную повестку. Он фактически провозгласил социалистическую революцию в своем новом активе, купленном за 44 миллиарда долларов в Твиттере. «Нынешняя система лордов и крестьян в Твиттере для тех, у кого есть или отсутствует голубая галочка «Чушь собачья! Власть народу! Голубой значок за 8 долларов в месяц!» написал Маск в своей соцсети. В эту стоимость, около 500 рублей в месяц, будет входить приоритет в поисковой выдаче и отображение ответов, возможность публиковать длинные видео и аудиоролики и вдвое меньше рекламы. Мне вот искренне интересно посмотреть, многие ли из лордов, у кого синяя галочка есть сейчас, будут готовы заплатить за то, чтобы она осталась, и сколько вообще Маск может на этом заработать. Еще один его ход – это намерение реанимировать сервис шестисекундных видео Vine, который был куплен Твиттером в далеком 2012-м и вскоре затух. Косвенно на скорое возрождение некогда культового приложения указывает и опрос, который Маск провел в Твиттере. 70% его аудитории поддержали возвращение Vine. И да, кстати, Твиттер-аккаунт Дональду Трампу пока не разблокировали. Возможно, Маск просто хочет и это сделать небесплатной услугой. Зато исчез аккаунт актрисы Эмбер Хёрд, бывшей подруги миллиардера. Может, это он мелочно отомстил, а может, она сама поспешила вырваться из еще одной его сети. О временах социализма неожиданно напомнила и новость из омской деревни Верхний Карбуш. Там отремонтировали дорогу, на состояние которой жители прошлым летом жаловались Ангеле Меркель. Возможно, вы помните ту историю. Она настолько хорошо завирусилась, что представитель Меркель даже ответил, объяснив, что германские власти не могут вмешиваться в деятельность российских администраций. Местные власти пообещали, что дорогу отремонтируют. И вот, прошло чуть больше года, и по сообщению районного депутата Ирины Дроздовой дорога полностью готова. По ее словам, качественный ремонт удалось провести благодаря широкому резонансу, которого добились жители. Эта история показывает нам, что словарь Коллинза пока еще не полон. И наряду с термином «сплутинг», в котором можно заподозрить районные власти, должен появиться еще один термин, обозначающий обращение к ненадлежащему актору с целью добиться активности надлежащего. Например, можно это назвать «меркелинг». Тут ведь важно, что еще учитывать, что адресат должен быть безопасным, а то если сейчас написать по поводу колдобин Шольцу или Байдену, можно чего доброго и под статью попасть. Вовсе не словаря, заметьте. И напоследок еще одна новость про восприятие мира. Картину Пита Мондриана «Нью-Йорк-Сити-1» в течение нескольких десятилетий выставляли в галерее в Дюссельдорфе вверх ногами. Это выяснил и куратор очередной выставки, обративший внимание на то, что на абстракции, выполненной из клейкой ленты разных цветов, скопление голубых полосок символизирует небо и, следовательно, должно находиться сверху, а не снизу. Это не первый подобный арт-конфуз. Полвека назад в Музее современного искусства в Нью-Йорке вверх ногами повесили картину Анри Матисса «Лодка». Правда, так она провисела всего 47 дней, потом ошибку заметили и вернули работу в правильное положение. Что же касается Мондриана, несмотря на выявленное недоразумение, было принято решение не переворачивать картину из-за риска ее повредить. Хотя, если честно, даже если бы картине ничего не грозило, мне кажется, в ситуации глобального пермакризиса, когда весь мир стоит на голове, нет смысла переворачивать Мондриана. Пусть уже висит, как висит, ведь все понимают, не в Мондриане дело, не в Мондриане, друзья мои. Это редакция Ньюс в Ютубе и на Дзене. Не забывайте на... Не забывайте, не забывайте на наш Телеграм, там ежедневная версия наших новостей, подобранная так, чтобы вы были в курсе и не страдали от инфошума. Ну, а если хотите отвлечься от новостей, подумать о вечных ценностях, вы посмотрите новый выпуск редакции «Наука» про концептуальную архитектуру прошлого и будущего от фантастических тюрем Пиранези и работ советских архитекторов до воображаемых городов в кино и постройок в Майнкрафт. Переходите по ссылке в описании, узнайте, какие здания собираются строить на Марсе. Берегите себя. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова